Сокрушенным сердцем и смиренного сердцем видишь издали, а нечестивого и грешника Бог устрашает наказанием, дабы не попали в огонь вечный. И вот здесь собрались люди, как будто со всего мира собрались, голые мужики, безголовые, только до головы показаны, головы у них нету, валяются. Видимо, отравили женщины своими миазмами, творят мононизм открыто, беззаконие, страм один, грязь и мразь, не верят в Бога. А Господь говорит, делающие такие дела достойны смерти, ибо Господь близок и не замедлит с возмездием. Верующие в Сына Божий имеют жизнь вечную, а не верующие не увидят жизни, но гнев Божий пребывает на нем. Евангелие от Яна 3.36 Определенно и щетка. И чтобы встретить здесь человека, одетого в одежде, сидящего, это редкость. А уж поговорить о Божественном, это еще большая редкость. Живут одним днем, наелся, напился, и все время едят и пьют. Мы уже здесь два с половиной месяца и насмотрелись. Пришли людям возвестить радостную весть, что Иисус умер за нас и воскрес. И мало кто слышит. Как Исаия, пророк, говорил, кто поверил слышенному от нас и кому открылась мышца Господня. Мы просим Бога, чтобы Он послал добрых проповедников к христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам. Чтобы всем возвестить радостную весть о любви Божией, что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Аллилуйя. Ну, какую религию проповедуешь? Мы, православные люди, проповедуем Христа о Святой Православной Церкви сказать, чтобы они имели у себя дома эту святую сокровищницу, где ответ на все вопросы. Жизнь с Богом – это жизнь в счастье. Почему написано? Мы считаем в послании к христианам «Радуйтесь». Еще раз говорю «Радуйтесь». Филиппистам пишет об этом. За все благодарите. Он 5.18.1. За все благодарите. Ибо такова вас воля Божьего Христе Иисусе. За царей, за начальствующих молитесь. Мы молимся, нас упрекают. А вы за Путина. А с чего вы, я говорю, взяли, что я за Ивана Грозного буду голосовать? Я не голосую. Я просто молюсь, чтобы не было на них покушения. Чтобы Бог дал им страх святой. Чтобы они мудро управляли страной. Дали достойно людям жить. Дабы было еще уделять нуждающимся. Молимся за Владимира и Дмитрия. Дональда и Рамзана. Петра, Александра, Эрдогена и Нурсалтана. Мы всех по ним поминаем. Чтобы Бог дал мир Израилю, России, Украине и Сирии, где война идет. Чтобы научились ценить это мирное время. И чтобы народ был приготовлен к великим и страшным испытаниям, грядущим на всю вселенную. Люди беспечны. Они не знают, что дальше будет. А верующие во Христа знают. Потому что Святая Библия открыла это. Если у вас есть вопросы, можете задать. Я скажу вам, с каким сокровищем мы пришли. У нас свой канал есть. Во свете Библии называется. Во свете Библии. Канал. Игнатий Лапкин. Это моя фамилия. У нас там 14 700 роликов. Просмотров 32 миллиона. Мы возвещаем важные вещи. Как правильно вести преподавание в университетах, в школах. Как страна безлюдит. Мы с нуля начали строить православную деревню. Где человек должен доказать, что он не лжет, не пьет, не курит, не матерится, не ворует. Тогда первая беседа будет. Мне Господь... Вы православный, да? Да, конечно, православный. Вы старовер? Из староверов мы. Из староверов. Были так называемые кержаки. Беспоповцы. Но мы узнали, что без священства нет спасения. Поэтому мы находимся в официальной церкви. Православной. Я считаю, что неправильно, конечно, было все это менять. Конечно, неправильно. И это Никон сделал. А потом Петр добавил. И провалились в это... И волокно в Европу. И это разделили-то народ пополам. Не земщина и опричина. Это уже раньше было. А именно здесь... Это же самое в Украине сейчас происходит. Ну, а сейчас, смотрите. Вот, ну, первым, скажем, правая рука патриарха Кирилла, митрополит Иларион Алфеев. Это умница такой, композитор. И он службу ведет на Старобряческой. По Старобряческим книгам. Старобряческая у него шапка, лестовка. И он никуда не увел. Вот правильное отношение. Такой же человек есть около Христа Спасителя. Храм. Метров 200 на этой стороне. На Берстеневке. Никола. Там прекрасный человек. Это егумен Кирилл Сахаров. Он член Союза Писателей. Если вы в себе будете, познакомьтесь с ним. Это редкой души человек. Патриот настоящий. И он в патриархии. Но служит все по-старобрячески. А как это допускается? А нормально. Нормально. Это уже собор русско-православной церкви. В 71-м году сняли все клятвы. И равноспасительными признаются книги. И все, что было. Официально. Это зарубежная церковь признала. Русская зарубежная церковь. И православная. Московский патриархат. Так что. Вот отец Кирилл Сахаров. У него все люди все это знают. И приходят. Все по-старобрячески. Песнопения. Глазы. Все по-старобрячески. Но он непосредственно не единоверческая церковь. А именно патриаршая. У него там и патриарх. Приезжал Алексей Второй. И Кирилл. И Павел Сербский. Повторяю. От храма Храма. Раскол как бы окончен получается. Ну а вот вышел фильм. Николай Достоля. 20 серий. Раскол называется. Конечно там были. Как пишет об этом Тихон Шевкунов. Он сейчас митрополитом стал в Псковской области. Тихон. Тоже большой человек. Его быстро рукоположили. И митрополит он сейчас. Уже прощат его замену патриарху. Если что случится. И он об этом говорит. Как фильм ставили. И рассуждения идут правильные. Все об этом не нужно. Это Никон. Мордвин. С ума сошел. Ему пообещали. Вселенского патриарха. Как говорят. Ну и начал рубить налево-направо. К чему пришли. Народ разделился. Вот ослабление напополам произошло. А скажите. Как церковь к войне относится? К войне? В защите допустим. Церковь. Церковь. Это защитники. Вот они благословляют. Там у них Дмитрий Смирнов есть. И благословляют все. И в Афганистане здесь. Мы в православной церкви. Но мы этого не поддерживаем. Если вы зайдете на, ну допустим, на мейл.ру. Игнатий Лапкин. Два слова запомните только. Или в скайп Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией именем. Я вам там сброшу большой материал. Я записываю все. Я для себя записываю. У меня вышло из печати в бумажном варианте 38 томов книг. И 7 томов, которые в электронной версии. И там ответы. Если вы зайдете во «Свете Библии», у нас ресурсы называются, и сайт, заряйте. Не YouTube, а сайт. И вы сразу на первой странице увидите «К истинному православию». Я 40 лет потратил на эту книгу, собирая данные. И вы там найдете ответ на все. И на церковь, и о войне, о священстве, табакокурении, бородобритии. Там все есть. Книги, каждый том, 752 страницы. Это не игрушка. Я как вел занятия в пяти университетах и три радиопрограммы во всех отделах милиции, воинских частях. У меня огромный-огромный арсенал этих вопросов. Тысячи. Я на них отвечаю. Во свете Библии. Что говорят святые отцы? У вас есть какая-то профессия? Повторите. У вас есть какая-то профессия? Ну, как профессия? Мне не давали бы по профессии. Я вот до армии кончил строительный техникум в Барнаульске. Я в Барнауле живу. Но так как у меня вся семья пролетариат, отец без руки с войны такой, три дяди на фронте. То есть там выбирают. И меня сразу направили в органы ВД работать. Я работал в строго режимном лагере прорабом. Шпришкино, Алькутской области. А оттуда меня взяли в армию. Я готов был военкома обнять. Семь месяцев. А я кого там знаю-то? И по две смены, и без выходных. Это ужас какой. А когда взяли, а мне в армии так легко было. Я, во-первых, с ружьем родился, как говорят. И все время тренировался. Мне это так легко было в армии. А мне сразу дали должность такую. Которую сегодня даже генерал-полковник не знает. Говорят, а разве была такая должность? Я говорю, была. Увольнительную дают на сколько? Ну, пять-шесть часов в день. А мне 1 января выписывали на 31 декабря. А как это так? А так? Я по всей стране мог ездить. А как это так? Должность такая была. Техник, смотритель, воинские здания, ракетный хвост Дальнего Востока. Узнавать кому? Офицеру, когда квартиру давать. Сразу старшину присвоили. И путь дорога. Я занимался изучением иностранных языков. А мне это надо. Доехал до Хабаровска. Я в институт туда. Я самостоятельно учил разные языки. И мне нужна была практика. Интересная у вас жизнь. Да, интересно. За моими плечами пять тюрем и лагерь. 26 лет меня крутили. КГБ вымораживало меня. Руки все выкручено. А я живой. Мне 10 июня будет 80 лет. А у меня три голубятни. Я лажу туда-сюда, на велосипеде гоняю. Вот мне позволил Господь издать книги 38. И Бог мне положил на сердце подарить эти книги народу. И мы из Барнаула доехали до Владивостока. Порт Находки. В каждый город. В среднем проезжали в день 1030 километров. Отбой в 10, подъем в 2 часа ночи. А потом вернулись. Забросили границу туда. Там тонны 4,5 книг. И доехали мы до Лиссабона. Прошли Прибалтику, Скандинавию, Север. 6 мусульманских республик. С того края Черное море по Турции. 650 городов. И подарил я книге на 35 миллионов рублей. Во всей библиотеке. Это не мое. Это Бог сделал. Это невозможно сделать. Где мы ночевали? Что интересно. С нами была собака немецкая овчарка. Огромная. А я раньше в уголовном розыске занимался. И я дорогой занимался. После возвращения. На первой выставке он взялся чемпион Сибири. А второй раз вернулись. Он стал чемпионом России. И все это у нас на нашем Ютубе. Где 14 700 роликов. Как мы деревню православную строим. Много. 470 роликов о детском лагере. Мне Бог позволил создать лагерь православный. Там со всего мира я собирал. Самое лучшее по воспитанию детей. И 45 лет был начальником. Ни рубля государство не дало. Тысячи детей подняли. Если вы зайдете на наш сайт. Вы там увидите государственные фильмы. Она снята. Один занял первое место на международном киноконсульсе. Причувствие. И Златоуст из Потеряевка. Это мое прозвище. Первое место в России. У нас главный лозунг в лагере. Россия должна встать. Второе. Россия это мы. Вот такие вот кричат. Россия это мы. У нас особый был, особый устав. Вот приезжают профессора. Услышали в Англии. Директор Кэстонского института из Лондона. Долетела до Останкина. Заранее договорилась. Оттуда дали человека Юрия. И он ее привез к нам в Потеряевку. Полтайский край. И она потом сказала. Говорит. Мне ей половину не рассказали. И такую статью написала. Осуществление, кажется, мечты в сибирских степях. Директор Кэстонского института. И спрашивает. А это откуда вы взяли? Я говорю. Вот это я взял от Англии. Вот. Как спать? Чтобы ни шепота не было. Вот это от Японии. Канзен. Не стонать. Национальный культ. У меня дети как алмаз растут. Вот это из Австралии. Вот это из Ирландии. Я много ездил в Америке. И поэтому подъем в 5 утра. Ни в одном лагере этого нет. Они раз 5-6 только купаются. Чтобы они могли на лодке плавать. На лошади. Все для ребенка. Ягоды собираем. Занятия каждый день. В пятницу костер картошка. С музыкальными инструментами. И все это заснято. 470 роликов. Нам есть что показать. Почему это Бог сделал. А у меня брат. Он священник. Протеерей. На 5 лет моложе. И вот он. 3 февраля ему было 40 лет. Как он принял сан. И как к нам в нашу общину. Приезжает митрополит Алтайский. И Барнаульский. Московского патриархата. Митрополит Сергий. Ну. Неудобно говорить. Но я повторяю это. Такого наверное митрополита больше нет. Патриархии. Это отец родной. Он все что против нас были. Здесь воевали. Он все погасил. И со семинаристами. А мы деревня 150 километров. От Барнаула. И он туда приезжает. И служит. У него улыбка с лица не сходит. Он говорит. Да они там все продажные за деньги. Я не знаю. Ничего. Но я знаю вот этот. Который рядом. И который был до этого. Какая вражда тут была. А этот. Все по другому переменил. Все. Вот как Бог делает. Вот это Барнауле. Сейчас в настоящее время. Митрополит Сергий Иванников. Когда его сюда к нам послали. От епархию разбили на три части. Я написал благодарственное письмо. Как бы. Патриарху Кириллу. Что такого нам прислали. А он. Митрополит приехал и говорит. Вы обо мне отозвались. А там их центр. Он говорит. Я не достоин. Что вы обо мне сказали. Я говорю. Я все правду сказал. Но когда обо мне запросила. Народная русская линия. Там такое есть. Общество в Москве. Он дал мне такую характеристику. Хоть умирай и в рай иди. Вот так. А то бывает такая характеристика. Что с ней даже в тюрьму не примут. Рано вам. Если вы столько дел хороших делаете. А это Господь делает. Мы себя ничего не приписываем. Мы стараемся конечно. Вот вчера у нас был праздник преображения. Вы нас когда увидите. Вот зайдете во свете Библии. Вот вчерашний день только просмотрите. Там причащение идет. Вы такого порядка во всей России. Что там в России? В мире нет. Какой у нас порядок Бог сделал. Какие женщины. Какие дети. Как занятия идут. Они все как в хиджабах. Двойной платок. Повойник называется. Ну картины Сурикова. Поленова. Посмотрите как там есть. Репина. Мы ничего не придумываем. Притом. Как Андрей Кураев обо мне говорит. Игнатий ничего не придумал. Он поднял эти пласты. А у него все книги есть. Он за ними приезжал. Вот я сижу. Он тут был. Это Бог делает. Бог. И поэтому нам радостно веровать. Говорить. Вот. А то вы настоящие верующие. Я показываю. Вот. И надо мной идет суд. Вот. Вы зайдете. Сайт. Повторяю. Не YouTube. Сайт. Во свете Библии. И на первой странице там написано. Во свете Библии. Рамочка. Вот. Нет. Нет. Для слова Божия нет уз. Это книга моя. Два священника обо мне написали. Он из одних документов. Книга. 750 страниц. И там. Фотографии. Я иду арестованный. Одну только сохранили. Вокруг меня воины. Меня 12 краснопогонников в зал заводили. И такую молву по народу пустили. Что я в подвале 68-й школы. У меня радиостанция. Я с японской разведкой был связан. Понимаете. Они меры никакой не знают. А когда судили. Не дали последнего слова. А теперь я что. Помилован. Реабилитированный. Я зато узнал. Что там в ГУЛАГе делается. Следователь обратился. Принял крещение. Начальник тюрьмы умер по-христиански. А сколько преступников каялось. Это Бог делает. Я спрашивал кто сидели как Глеб Якунин. Семь лет в якутских лагерях. Зоя Крахмальникова. Саша Огородников. Ни у кого этого не было. Вот вечер. Отбой в 10. Я имею ввиду не в лагере. В тюрьме. Ну СИЗО называется. И в это время в 8 часов у нас начинается урок Божий. У меня с собой Новый Завет. И на 70 человек, 3 человека нашлось не курящее. А старший за ними, ну вор в законе так назовем. Он следит за этим. Чтобы ни один не закурил. Лежат полное молчание. Дверь открывается. В коридоре с двух этажей охранники стоят. А я проповедую. Нашу камеру, когда отдельно отсадили. Называли камерой академиков. Сидел преподаватель второй группы космонавтов. Лозин Анатолий Максимович. И директор первых секретарей судили. Главный рыбак Алтая. Сивер Владимир Митрофанович. У него все космонавты. Все там обитали. И вот дали одного. Он замдиректора Бийского какого-то завода аппаратурного. Ну ему много накрутили-то. А они увидели. Он обратился, покаялся. Это Бог делает. И нас отдельно и в подвал. Я говорю, Володя, у тебя что? Он говорит, ну вот как арестовали. Как это обманом было. Ну я тоже лгал. Я говорю, нет, не пойдет так. Если ты покаялся, ты должен вызвать прокурора по надзору. И изменить показания. Сказать как было. Так отец Игнатий, так я же первый аппарат-то в КГБ отвез начальнику генералу. А что ты боишься? Так они ничего не сделают. Ты для Бога делаешь и Бог сохранит. Он как начал все раскрывать-то, вызвал. Ему условно дали. Он ни при чем. Его посылали, он делал. А у него вызвали. Он на машине приехал. А жена сидит. А там уже машину его делят. Арестовали, жену вытряхнули, машину продают. Каждая машина, говорит, пять рублей. Я ту историю знаю. Я первый в стране, это Бог сделал так, насчитал архипелаг ГУЛАГ и заполнил страну. И недавно в газете, это журнал «Новый мир» Твардовского, и говорят, 30 лет назад в этом журнале были опубликованы первые главы архипелага ГУЛАГ Александра Исаевича Солженицына. И тут же опровержение, кажется, в литературке. Ровно на 10 лет православный проповедник из города Барнаула наполнил страну эту. Но в аудио я насчитал ее, и теперь пленки только, ну тогда катушки были. 375 метров, 8 часов, 20 минут. Бобины. Бобины, говорят, да? Ну, катушки-то другие. Да, бобины такие были. Ну, речь шла о тысячах бобин. Я Библию насчитал, и почти 50 книг. Златоуста, 12 томов, они сейчас в интернете стоят. Житие, 12 томов, добротолюбие. Писать-то негде. И распространял это. Брал интервью репрессированных. Власть это не потерпела. Ну и, естественно. А я в Кисловодске живу. У нас как раз тоже Ницин здесь жил. А теперь я вспоминаю с радостью. Как-то интересно, когда я начал судиться, 11 лет судился, АИС был немаленький, 11 миллиардов. Я создал самую крупную в мире фанатеку. Не так, что насчитал просто. А именно артисты. Я искал их. Составлял такие композиции. Если Ленин говорит, значит, прямо Ленин из архива доставал эти записи. Там Сталин говорит. Или Берия, или там Гитлер. Ну, то есть, очень и очень серьезные материалы были. Очень. О масонстве. Я где-то 14 лет отдал этой теме. Все, что до революции, в советское время, и что заграничное. И все это показать в протоколах. Как это выглядит. Вот эти материалы были разгромные. У меня курировал, тогда был подполковник КГБ, Никулин Юрий Михайлович. Он говорит, я открыл дверь, а там отделы целые мои материалы разбирают. Я, говорит, сразу закрыл. Я понял, за это отвечать придется, что я слышал. Да, главное, первый раз, когда посадили, а я дал подписку, что архипелаг ГУЛАГ распространять не буду. А что распространять? Там все изъяли. А мне копию надо. С чего снимать-то? И он приехал за мной на машине. И привез домой. Я вышел из тюрьмы, а машина КГБ стоит. И следователь. И меня домой привезли. И жена пришла на свидание. Мы прямо на крыльце, там, встали на колени и стали Бога благодарить. Он меня домой привез и говорит, Игнатий Тихонович, я вашей матери обещался, что я вас привезу домой. Я выполнил это. Это в КГБ такие люди. Я нашел таких людей там. Ну, как нашел? Бог показал. Это настоящие люди. Не так, что они все головорезы. Нет. Нет. Вот меня спрашивают. Вот такой путь прошел. Я много в Америке ездил. В 92-м году выступал. Что самое главное в вашей жизни? Ну, не считая, что я к Богу обратился в 23 года по Библии, по Евангелию. Самое главное, я узнал, как у Бога много добрых людей на земле. И второе. Почему-то эти люди мне встретились. И третье. Почему-то эти люди приняли деятельное участие в том, что я делаю. В интернете запустили обо мне молву, что более счастливого человека нету. Это не кто-то, а там профессора, разные шолоховеды. А тут как-то зашел мэр города, прокурор края, генерал-лейтенант. А мы о вас только говорили. Я говорю, о чем? Более счастливого человека не знаете. Я говорю, по каким параметрам определяете? Сам смеюсь. Знаете, вот он показывает, такая пачка лежит этих дел разбирать. Представитель Крывого суда. Пашков Виктор Иванович. Мне это не надо. А вы делайте то, что вам нравится. Всем понятно, вы делаете с таким удовольствием. Я говорю, у меня три голубятни. А у нас Алтайская правда, губернская газета и крупный заголовок. У злого человека голуби не водятся. Вот я злой или не злой, вы нападаете. А у меня три голубятни, вот он сидит. Сейчас, минутку, я покажу вам радость свою. Ну-ка, пойдем, покажемся. Ой, да хорошенький мой. Красавец. Ну, давай, Баленька, помаши крыло, что ли. Вот оно какое. Так у меня в Барнаволе 25. И в деревню я еду, там 45. Ну, там ухаживают за ними. Я вожусь с ними почти 70 лет. Пользы никакой. Я не продаю их, а дарю. Вот они какие. А люди, которые ничего не знают. Вы даже не можете представить, сколько у меня друзей, сколько врагов. За последние 8 месяцев мне пришлось заблокировать 9 тысяч человек в черный список. 9 тысяч, которые с матерками. И уже, ну, это у меня не очень точные данные, но минимум 220 троликов против меня составляют. Люди, которых ничего нет, вокруг моей колокольни бегают, мощатся и лают. А мне некогда смотреть. У меня каждый день 10-12 роликов. Понимаете, надо жить, я называю так, нехорошее слово для нас, но оно есть такое. Жить азартно. У меня есть стихотворение, 4 тома, по 800 страниц, 4 тома. 3 тысячи 467 стихотворений, каждое по 9 куплетов. И у каждого эпиграфа из Священного Писания. А напротив каждой строчки указана, откуда мысль, взятая из Библии. Книга, глава и стих. Таких стихов не было в мировой практике. Вы зайдете на наш сайт во Святи Библии, вы не оторветесь. И вы поймете, что это не человеческое. Это нельзя сделать. Это Бог делает. Вот у меня черновики сохранились. 3 тысячи. Это пачка продается. Ну, листы бумаги, печатные. Это 500 страниц. Это 7 пачек. Я карандашом пишу, и ни одной помарки нету нигде. Чистого листа пишется. Вот одно стихотворение, а вы его зарядите, называется «Пример к себе своим воображением». 86 стихотворений у меня положено на музыку и поет там. Сам один у нас Барт был, он сейчас во Франции переехал. Виктор Николаевич Савченко. «Пример к себе своим воображением. Все то, что прочитал или услышал. Для снайпера сегодня я мишенью. Всем хищникам меня Бог сделал мышкой. Не час, не сутки, но сплошная жизнь. На выходе и в ходе, за обедом, стреляют точно в лоб и давят только вниз. Задача выжить и ни одной победы. Хотя, как знать. Когда я ускользну, петля и яд меня не захватили. Враг не достал и стратил всю казну. Уверенность пожег в истерике, в бессилье. Их измотало. В горных перевалах там след моей ступни не распетлял. По шахтам, гротам, по лагам, отвалам. И следует святых, о ком я насчитал. Мой бег, мое убежище с Давидом. За мной доик, бешеный Саул. Они разведали, что им я мед, акриды, а штаб-квартира избран Барнаул. Я с Моисеем на своей вершине в последний раз смотрю из-под руки. Враги с собаками, с биноклями в машине. Мой след вынюхивает у кустов реки. Моя погоня гнались до упаду. Я отошел. Не досягаем вам. Прощай, земля, азарт, закон ограда. Мой труд следы считайте по слогам. Я успевал на каждом повороте засеять поле, застолбить межу. Со златоустом путь житейный пройден. С той стороны земли на все гляжу. То есть отошел, меня нет. Спасибо вам большое. Храни вас Господь. У нас говорят не спасибо, мы говорим, а спаси Христос. Спасибо. Если подумайте в скайпе найти, Игнатий Лапкин, я один с этой фамилией. Только напомните, что мы с вами встречались. Хорошо. Да. Храни вас Господь. Как вас звать-то? Николай. Михаил? Николай. Николай. Николай, значит, победитель. Николай, да благословит вас Господь. Вот это, что мы с вами сейчас разговаривали, это примерно через день или в этот день будет стоять. Хорошо. Вам самим будет приятно посмотреть на себя. Аллилуйя. До свидания. Всего доброго. Спасибо.